Сегодня мы отправимся с вами в город Белгород-Днестровск. Встретимся с художником Сергеем, сходим в Краеведческий музей, договоримся о выставке на 28 мая. Кофе в Краеведческом музее от Сергея. Я накрываю обычно каким-то блюдцем. Кофе в Краеведческом музее отражается в Краеведческом музее отображается в конца города Белгород-Днестровского музей. Это дорога из Белгорода, мы находимся в Салганах, сейчас поедим по словам Серёжи очень вкусный борщ и отправимся на Кузбулские риманы. А вот здесь, в Белгороде, находится карьер, где, по крайней мере, раньше был один из спецучастков раллийных, а сейчас вот Серёжа подсказывает, тоже есть, мы видим, что что-то там грейдером прошло, если получится, найду фотографии, скину фотографии. Итак, мы с Робиком и Серёжей приехали на Кузбулские риманы, сейчас мы находимся на дамбе между Курнасом и озером Солёным, туда у нас дальше путь на Бурадю. Красота. К сожалению, камера не будет. Ну, в общем, поверьте, очень классно и ветер. Машинку уже пометили. Дик и банда. И что есть у нас корова с собой тут? Треба было козу робить, а не корову. Ну, просто стараюсь не выкладывать это все. О, это для коней, понял, это конфета для коней, ну, для уздечки, понял, это, вставляется в рот коняцей и привязываю уже уздечку туда. Смотрите, какие клямки классные. А, ну, это такая, она уже более-менее, ну, блин, она уже сделана. Хочешь, блин, там есть это, только прибыть туда нужно. А там, при что захочешь, придешь, возьмешь, не проблема. Просто у меня есть, ну, как, небольшая колеса. Это бляха такая, блин, ты представь себе, сколько оно широкое, оно было закопано и оно не сгнило. Веришь? Нет, оно, может, даже ковано. О, смотри, какая тема. О, сейчас есть тракт. Класс. Ну, все, будем делать у вас скульптуру, козы. Металобруста вистачает. Металобруста вистачает. Я же говорю, я стараюсь ее не выкидать, чтобы он мешался. Может, что-то приварить. Наша любимая. Какие-то Кирилл заскочат. Нет, нет, не в том дело, надо еще что-то приварить, слушай. Это тоже тема. Есть немного здесь металобруста. Есть такой прозаватель. Эти штуки-изоляторы также не выкидайте, потому что их можно... Я знал, что они красиво выглядят. Так, так, так. Тут тоже всякие штучки можно найти. Варим. Всякие целищи. Эти штуки симметричные, в принципе. Даже то, что они побитые, ничего страшного в этом нет. У меня есть цели. Можно сделать это, и они есть цели сзади тебя. Угу. 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 Нет. Те белые просто будут прикольно смотреться на... Как здорово. Угу. Угу. Это Игорь. Очень спасибо. Это Игорь. С Игорь, что они так делают. Все натуральное, без свинины, все с этими речами. Молоко. Откази, иди мои руки, и я сейчас это буду. Это для вас и уважно, как бы, горгонзола. Это как очаговала наша. Ну и ковбаса, сыровьянина. Домашняя. Домашняя. Все домашняя, так. Мы врущиваем киз. Можем молоко, то делаем сир. Это вот такое. А в целом сколько часу? Ну а почему начали этим заниматься? Взагалі, мы когда-то жили в городе. И думали все-таки переехать в село. Назавжди. И думали, чим заниматься. Идей было очень много. Врущевать что-то там. Кури, гуси, еще там что-то. Ну, решили, что есть более привабливый бизнес. Цикавый. Как бы, более для туристов направленный. Тому, зрозумели, что есть, как бы, можно делать сир. Ну, пробовали, перевели десь до пів тонни молока. Поки навчилися. Вчилися самі, без никого. По книжкам, по, как бы, напрацьовывали всю эту информацию. Возпрацьовывали все методики. Потем появилось вольное мясо, которое также потребовало какого-то переробки. Почали делать ковбасы. Зупинились на сировьялиных ковбасах. Как бы, они более интересные. Ну, и теперь мы, что мы можем. Тут недалеко от нас Лебедевка, курорт. Где отдыхают люди. Час от часа приезжают до нас. У нас тут такая своя локация. Локация бедного зайца. Тому... Люди приезжают. Им понравится. Дивляться на наших коз. Дивляться на наш... Битмолек. Ну, так, так. А чему бедный зайц? У меня прозвище бедный. А у моей дружины зайц. Мы меняли прозвище. Тому так и... Почало все. Как бы... Поедналися. И... Все так маем тут. Живемо. Запрошуем всех в локацию... Село Фуратівка. Так? Да. Бедного зайца. Сир, кава, вино. И все это... Власноруч зроблено. Власноруч зроблено. Ханмейд. 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 Ви сказали про книжки. Ну, про книжки. Загалі вітчизнянні книжки. Просто зараз є інтернет, є і все таке. Ми переглядали дуже багато літератури по поводу сироваління, сироробства. Наприклад, ті, що сиророби, вони якось обижаються, коли їх називають... Ну, ображаються, коли їх називають сироварами. Тому що сиророб – це та людина, яка робить сир, підігріваючи молоко, вище 42 градусів. А сировар – це той, хто робить твердий сир, якби більш такий промисловий, більш глобальних таких масштабах. І робить сир, нагріваючи молоко, більше 42 градусів. Книжки ми переглядали дуже багато і зупинилися на Девіді Ешер. Це канадієць, який доводить усім, що сир може бути натуральним. Можна не використовувати взагалі будь-які бактерії покупні. Молоко вже має свій унікальний склад бактерій, пліснявий і так далі. Тобто, можна сказати, що для кожного регіону притаманний свій смак сиру. Тому сказати, що це крутий французький сир – це буде просто брехня. Тому що це крутий український фуратівський сир від бідного зайця, який є унікальним по своєму смаку. Так, тут є, ви бачите, голубу плісняву. Вона, якби, культивована нами з магазинного сиру, але культивована там спеціально на хлібі бездрожевому. Це, якби, така технологія більш, така, можна сказати, сільська, домашня. Тому ми, якби, не використовуємо більше нічого, окрім таких заквасок, якби, домашніх, можна сказати. Тільки купляємо фермент, бо його, ну, тяжко, там, десь брати натуральним. Фермент, то ви маєте на увазі сиру? Пепсин. Ну, якби, пепсин там, або якийсь молокозвертуючий фермент, можна так сказати. Тому його купляєш, бо тому що це вже тут, ну, це вже більш лабораторні такі, більш точні методи його отримання. Тому цей. Ми ще хочемо відпрацювати, звичайно, на натуральному пепсині, але це треба... Так, Іра не хоче, бо тому що це... Ще півтони вода. Ні, це не може, навіть не півтони, це треба просто вбивати там молоде ягня, або молоденьке, маленьке там... Козенятко. Так, і це ми, якби, більш такі гуманні... А, це там шлунку, що береться. Так, шлунку роблять. Тому ми користуємося покупним, якби, це таке, це єдине, що ми купуємо. Рослинним. Рослинним, так. Це отаке. Ну, це бідний, це заяць, разом бідний заяць. Ще раз запрошуємо всіх в Фуратівку. Локація бідний заяць. Ось така селфі-зона. Рослинним. Ось тут. Такі вони существують, ці наскальні надписи в Фуратівке. Це розділи тепла. Роді. Тому висому. Задовжуваю. 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 Висловно, захисаємо. Мы приехали в село Новомихайловка, побывали в гостях у бедного зайца и теперь отправляемся на мыс Калфо. Мы приехали в гостях, а мы приехали в гостях, а мы приехали в гостях. Теперь я буду соленый и красивый. Вернувшись в мыс Калфо, мы занялись с Сергеем немного домашними делами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok К сожалению, я не могу вам передать красоту неба, которое у нас сейчас над головой. Я могу вам передать красоту нашего стола. Картошечка, яички вареные, сальцо, лучок, хлебушек. Немножко морской капусты и гость программы Сергей. Нет, нет, огурцы подацки. Ладно, я просто хотел на это перейти, но мне было просто неудобно. Да, огурцы подацки от бедного кроля. Огурцы подацки от бедного зайца и булечок от бедного зайца. В общем, что сказать, жизнь прекрасна и она продолжается. Поработали, поели, поспали, проснулись, попили кофе и отправились в рассейку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этом наши приключения завершились. Выставка состоится 28 мая в городе Белгороднестровский. Продолжение следует...